Мои имя Отца и Сына и Святого Духа. Игорь, постолая Якова, 5 глава, 7 стих. Итак, братья, будьте долго терпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Земледелец, так ведь это? Вот он, дождь идет. А если засуха была, я хочу сегодня познакомить вас с дождем. Для этого нужно открыть 27 лет Библии, чтобы представление иметь, что это за слово. В нем столько заключено, и при том дождь Бог изводит через нас. Беда-то вот в чем, что должен дождь, его нету, все засухло. Господь говорит, пролей дождь, а Он говорит, я не пойду. И чем это закончится? Поэтому хорошо бы кто-то себе все-таки записывал. Битие 74. Я не призываю так, если где-то на незнакомом месте, на площади, тут я проповедую, говорю, здесь я просто ввожу вас в Священное Писание, чтобы оно заговорило с нами. А оно покажет, что, какое событие идет. Природа. У нас все будет по-другому выглядеть. Ибо через 7 дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 мельчей. И истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Говорят, а где же любовь Божия? Я зато вот говорю, смерть разного вида бывает. Самое легкое – это утонуть. Поперкнулся, на дно ушел, ни боли, ничего нет. И самое тяжелое – от голода. Вот поэтому все известие сегодня для себя и скажи, Господи, чего нужно избегать? Это понадеяться на что-то не то, что от Бога. Бог назначил определенное число дней. У Бога разложены события, мировые, какие будут большие события. И они в Библии все уже описаны. И мы знаем абсолютно точно, что так будет. Это сегодня разными словами, там люди прикрываются. Какие это изыскания делают. Но что меньше атома? И сегодня слово «атом» повергает человека в трепет. Это атомная. Все летит. Дальше молекула. Молекулярная – это мысль, видите? И все направлено против человека. Хотя он состоит из этих атомов и молекул. Мы коснемся малого того, что здесь есть – дождь. Но чтобы 40 дней и ночей, и бесперерывно. Я вот смотрю, дождик идет, а как же я? Ну что, уже перестал. 40 дней. Да не такой дождь, что идет. Бывает, дождь стеной идет. Вот где мы сейчас стоим? Здесь примерно 3,5 километра воды было. Километра. Здесь киты плавали вот в этом самом месте. Самые высокие горы, написано в Библии, были погружены. Сверху еще там, блядь. Это 3,5 метра. Чтобы корабль ни за что не зацепился. Много насмехались. Да вот, все бы ни звери не вошли бы, сделали подобный ковчег. И у него еще половина осталась. Корма захватил. Это на год надо было. Все обдумано. И когда конкурс лучшего судна, данные даны. Один только современные мачты поставил. Там какие наблюдательные приборы. А все остальное, то первое место получил. Потому это не просто так. Я плавал, я знаю, что это такое. Если где-то малая ошибка твоя, она стоит жизни всех, кто на корабле находится. А корабль, это наша церковь. 19.24. Бытие. Даже воображение так вот, все-таки развивайте так вот. Я вам кое-что скажу из своей биографии. Потому что Павел говорит, я более всех подвязался, более перечисляет в опасностях, в гонениях от братьев. Ну, все перечисляет. Как у батюшки священник тут приезжает иногда из Тулы. Отец сам говорит, а мы в дороге едем. Он говорит, я считаю, я ни о ком больше не могу думать. Сразу на вас перевожу все это дело. Это Бог делает. Биографию не я пишу. Биографию помогает неверующие написать. И она будет необыкновенной. А как необыкновенной? Вот я просто на это скажу. Дождь кончится. Вставал кто поздно? Поздно и встает. Я вам еще раз говорю, вставайте рано. Да вы, говорит, я встану рано. Некоторые у нас приходили, молились. Сейчас не... Ну, сегодня можно, да, в отдаленности. Но если здесь смотришь и не видишь, а только чтобы полежать, придет время, ты каждую минутку будешь. Я обратился к Богу по Евангелию в 23 года. Я работаю на корабле. И вдруг мне сказали, тут молятся. Я уже покаялся. А корабль на пирсе стоит. Я ночью, теперь я примерно прикидываюсь, сколько, не больше трех часов было. Я должен научиться как-то мимо, кто охраняет корабли. Тем более пирс там вообще корабли иностранные. Я выхожу и бегу вдоль реки. И там понтонный мост. Я перебегаю его. Ну, молодой. Я только бегом бегал-то. И там, между улицами, в улицах, поворотами, там, ближе к каналу. И, наконец, где люди молятся? Утренняя рана бегут. Ну, город маленько освещается. Я, как сейчас вспоминаю, это Бог дает этот огонь. Чтобы его не потушили заботы какие-то. Забот, конечно, у меня никаких не было. Отработал и все. Но я рассказываю о том, что просите этого огня. Ну, сейчас бы у нас приборы не работали, молитесь, я бы пошел в любой дом, не пропустил бы. Почему? Потому что где-то близко-близко, когда все это прикроется. От севера до юга, от моря до моря будут ходить юные девицы, нестерики. Искать Слово Божие. И не найдут. Я сколько мог, забросил в 650 библиотек только книги, которые на Слове Божьем. Каждая книга у меня 3000 раз нужно открыть Библию. Это тоже вклад в то, в будущее время. Я знаю, 8 мая, пишет 11 амбус об этом. И не найдут. И они не просто будут желать, а такая, что и аппетита никакого нет. Потому, говорит, они будут истаивать. Юноша и девица. Вы будете искать. Потому-то я думаю, что, может быть, дни уже последние для меня, а молодежь с вами настраиваются. Заботьтесь сегодня. В писанном виде не имейте Библию, Евангелие. Где-то припрячьте. Потому что отнимать будут, а они начнут до самых сокровенных мест у нас искать все. Написано, изъято будет. И не найдут. Ну, нашим хотя бы дать урок какой-то. Говорил я, пойдите в военкомат, скажите, я верующий, христианин, дали, как писать. Все дали. Один пошел, другой нет. Который пошел, на него не могут надеть эту узду. Потому написано, кто берет в плен, сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, от меча и погибнет. А он пришел, а надо где-то за полгода раньше дать. А он послушал, дал. Брат наш Никита. И у него приняли. А у других уперлись. Иди, служи, автомат на шею. Успевайте делать то, что я говорю. Я бы мог, припрятал раньше было. И все сгодилось. Когда время пришло, начали нас обыскивать. Везде, кто со мной был знакомый. По всей стране. А это сегодня несколько государств. Прибалтика, три государства. Внизу там сколько, пять государств. Везде прошли обыски. Если кто не спрятал, все изъяли. А потом хвалятся. А мы это сожгли. И, знаете, насчитано мной было не просто так, а примерно 50 томов разных книг. И Жития, и Библия. И Святые Отцы, и Златолуз. Отнимали. Поэтому будьте настороже. Я вас приглашаю утром к нам приходить. Ровно в пять мы начинаем молиться. Здесь, на правой стороне, в скворечнике, я называю, где. Придите хотя бы один раз, другой. Потом сами себе где-то оснуйте. Так сидеть, вот как сейчас мы, недолго это будет. Итак, прочитаем. 19, 24. Прочитали? И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серые огонь от Господа с неба. От Господа огненный дождь пролил. И это будет здесь. Если сегодня как-то еще можно отговориться. Но когда начнется сотрясать атомом здесь, здесь никому не достанется мало. Всем хватит. Я когда читаю 17-18 главу Откровения, Откровение. Город, от которого купцы все богатыми стали. Речь идет о Москве. Ну почему вы так думаете? На Семи Холмах. Да на Семи Холмах еще и Вашингтон, и Аман. Это так. Но там сказаны некоторые данные, которые ни у кого больше нет. Первые христиане, мы знаем, Андрей Кесарийский, архиепископ. Они определяли. Пал, Пал, Вавилон, Великая Плудница. Вавилон это Рим. А это никогда не оспаривалось. Рим. Рим первый Рим. Второй Рим Константинополь. И как только Константинополь пал под ударами мусульман. Москва объявила. Мы Третий Рим. Нигде этого нет. В Москве специальной организации Третий Рим. Третий Рим. Не я его присваиваю. Они газеты выходят. Публикации Третий Рим. Третий Рим Москва. Москва это Вавилон. И там будет сказано, как она погибнет в один час. В один час. Сегодня около 15, кажется, атомных ракет с атомным оружием направлены на этот город. Я считал выступления маршала, генерала армии, не буду даже называть здесь, они подробно это все показывают. Как это будет развиваться. Они не погибли, а просто потому что напротив ста, кажется, десяти дивизий Китая, здесь одна только дивизия развернута вдоль границы. Это все только милостью Божией. Недавно местный президент российский выступил и сказал, что сейчас делается против России. Пятьдесят государств воюют практически против нее. Если Бога не было, не устоя. Только Бог сохраняет нашу страну. Открыто, прямо говорит об этом. Господь ему это полагает на сердце. Россия по-другому не устояла молитву. А может быть и наша молитва зачтется. О чем мы говорим сейчас? Значит, пролиться может огненный дождь. Далее. Исход, просто по книгам посмотрим. 16.4. И сказал Господь Моисею, вот я дождю, вам хлеб с неба. И пусть народ выходит и собирает ежедневно. Сколько нужно на день, чтобы мне испытать его? Будет ли он поступать по закону моему или нет? Ну, тогда так. Вставляли какой-то кустарник, какие-то белые хлопья. А оказалось, ванная каша из него варится. И Господь сказал, сколько брать? На один день. А на субботу на два дня. А некоторые саду побольше, как мы делали. И сразу щега завелись. Вот. Ну, не я же это придумал-то. И это тоже пролита милость. Значит, дождь мы разобрали. Который потопил землю, огненное наказание. И третье, милость Божия на нас. Ну, вот местное поселение, а оно именно так. Я сегодня почему-то стал еще больше задумываться, как старые люди жили. И вот где мы живем, а тут идет переулок, а на переулке первые жили. И вот как у них интересно. Я первый раз в жизни встречал. Никаких операций не делали. Она была Юра, Анна. И вдруг стала Сашем, мужчиной Александром. Вот какое. А мать ее, она, ну, ворожила. То есть это место, я не знаю, освещено батюшкой или нет. Я раньше не думал. А сегодня так, на молитве просто. И Господь показал это место, которое любили демоны. Любили и вытворяли. Я дал Евангелие тогда, а человек этот, который был, Нюррей, стал Александром, он считал много. А я тут беру книгу, я ничего не могу понять. Закрыто. Обнимание, что понимать, такая же история. Рыбачили, приходили, плакали, встречались, обедали, путешествовали. Нет. В том стиле, как оно написано, оно отторгается. Я говорю, ну, можешь рассказать, что читал? Не могу. Книги такие я свободно рассказываю. А это нет. Любите Слово Божие. Здесь каждая буквка настоит в своем месте. Я-то рассказывал. У нас в камере был преподаватель аэродинамики, второй группы космонавтов. Анатолий. Память какая. Две книжки за день просчитывал. Там по 350 страниц. Такой способ есть по диагонали. Я попытался его проверить. Почти наизусть рассказывают. А когда дали, говорю, попробуй законспектируй 90-й псалом. Живые помощи. Он один раз прочитал. Пластердек еще раз прочитает. Прочитал второй раз и говорит, а его нельзя конспектировать. У него все так, такая конструкция связанная, что ни одной буквы нельзя взять. Он не верующий совершенно. Коммунист. А это Бог ему открывает. То, что мы держим в руках, оно не терпит никаких вкладов туда, не надо делать. Запомнил, что тут написано. Повторяй про себя. Память идет. Ну, заклеить сегодня скотчем можно. Я видел, брат, у нас много написал. В Потеряевке была радость. Тут был Виктор Николаевич, учитель. Однажды говорят, сегодня у меня день радостный. Какой? Библию вчера закончил, ночью считать. Сегодня начинаю опять с бытией. У православных это, конечно, явление нечастое. А у протестантов, у них часто такой-то старичок, там сидит все время, считает. Уже больше 50 раз прочитал Библию. Понимают или нет, это уже вопрос другой. Левит, 26-4. То я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастение свои, и дерева полевые дадут плод свой. Вот, то есть зависимость уже на дерева, какие-то яблони, там что еще есть, груши. Господь проливает. Не просто так. У меня выросло. Пошел, сорвал, съел. Положи три поклона, прославь Бога. Это ты, Господи, даешь. Ты отверзаешь небо. А когда закрывает Господь, когда не платит десяти ему? Малахия считает. Проклятием вы проклятые. Весь народ, обкрадывайте меня. Меня, то есть она Богу принадлежит. Ты заработал десять тысяч, тысяча тебе не принадлежит. У тебя девять только. А это Бог приложил, чтобы ты своей рукой пошел и отдал священникам дону. Далее. Второзаконие 11.11. Но земля, в которую вы переходите, чтобы повладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напаяется водой. Когда заходили, Господь дает характеристику этой земли. Вот если вы не верите, что здесь поток был, ну как-то я набрал отсюда людей, мы съездили. Вот эти лага, вот он начинает саложок, здесь совсем немножко, маленько тут. А дальше уже ничего нет. И вот такие вот, ну сколько тут, Симаковские. Это метров, наверное, тридцать с лишним ширина. И какая глубина? Мне архиерей наш, Тихий, говорил, вы любите вот свою гипотезу? Я говорю, просто скажите, вот это идет, и дальше ниже, ниже, и там главный лог, и теперь на той глубине они соединяются. А здесь вот здесь вот выемка, потом туда выемка, а потом вот так погнали, да, что это вода, когда бьет здесь, вымывало, туда ударилося, следующее идет. Ну а как так? Ну скажите, что это, бульдозеры копали лага? Нет, но это вода. Откуда вода? Горта нет нигде. Какая вода? Откуда она такая вода, чтобы вынести миллионы тонн? И в Кузбассе, потому что там деревья, там накрыли уголь, они даже с нами углем делись, как бы не наши деревья, так у них ничего и не было там, земля наша. Дальше. Второй законе 32.12. 1.2. Внимай небо, я буду говорить, и слушай земля, слова уст моих. Польется, как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Вот, вот мы подошли, куда дождь, это проповедь, это твое свидетельство. Вот начинай говорить. Когда в последний раз говорил, а кому говорить? Не говори так. Ты просто не видишь тогда никого. Ты первое, что себе это говорили, это написано для меня. Мне, когда Евангелие Татарии, Новый Завет, а я на корабле, никуда деть-то нельзя, сижу в свободное время, кубрик называется, я переписываю. Примерно, чемодан, тетради переписал. Вот это отцу, вот это матери, вот это брату, а самому больше всего там 10 раз. Вот это меня касается, вот это мое. Это Бог дает жажду, ее надо выпросить у Бога. И здесь прольет дождь. Ты когда обратился, вот сегодня мы говорили о преображении, преобразился или нет? Вот это преображение, оно идет от Слова Божия, от милости к ним, от молитвы. Вот опоздал кто-то сегодня? Нету. Вот утром приходили, которые через дорогу перейдили. Я уже ходил на дом, говорил, и люди-то хорошие, я их знаю, помогают. Нету? Почему нету? Огня нету, тут ничего больше нету. И больные, и в доме, а дома никого нету. И когда начали смотреть после битвы, кто не пришел? Оказалось, один город Мирос не пришел. А уже все, война закончена, победные стяги, все эти свастики к Кремлю принесли. И оказалось, город Мирос не пришел. Из Мироса, ну хоть один был. Нет, они ждали, на чьей стороне будет победа. И сразу, Израиль за оружие! Шма-Исраэль! То есть по-еврейски это значит, слушай Израиль! Снова войска обминули к городу. Стереть с лица земли всех, до младенца, до скотины, до домов сравнять с землей. Я говорю, это не хорошие люди, они потомство не должны давать. Проклините, проклините Мирос, они не пришли на помощь Господу с храбрыми. Вот, примените в духовном плане. Сколько уже об этом мы говорили? Какие возможности? Если у вас есть родственники, которые склонны к этому, дайте им Евангелие. Если они обратятся, обратитесь ко мне, у меня есть толкование. Не могу я всех обеспечить, но если я в одном месте живу, то один этот царь мы можем дать. Ну начните подходить к этому, о чем я сейчас говорю. Мне Бог это открыл, я никогда не слышал. Я только теперь на корабль зайти. А уже вечером специальный катерок подходит в Лосмонске, подвозит кораблю. Я только через борт перешагнул, и первому матросу стал говорить, живем абсолютно неправильно. Христос за нас умер. И к утру весь караван кораблей занял, а пин сошел с ума. Такая перспектива была, там, издали экзамены, зарубежные работы. Ну все, все в моих руках, оказалось ничего нету, пустота, обман, дым. Первое, 28, 24, можем прочитать. Вместо дождя Господь даст земле твоя пыль, и прах с неба будет падать. Падать на тебя, доколе не будешь истреблен. Вот это пепел, то, что ездили, Хиросимы, Нагасаки. Вы реально просто представляете, будет вместо дождя пыль. Раньше, когда дождь пройдет, ну я же местный был, мы босиком бегали. А сегодня вода, как это, пеница, зелень какая-то, она же оттуда берет все. Все везде отравлено. Первое, Царство, 12-17. Я по книгам по одному разу хотя бы. Не жатвали пшеницы ныне, но я вас зову к Господу, и пошлет он гром и дождь. И вы узнаете и увидите, как велик грех, который вы сделали пред отчаяния Господа, прося себе царя. Царя попросили. И это не запрещалось. Но Самуил сказал, Господь Самуилу сказал, они не тебе отвергли, пророк, а и меня, Бога, отвергли. Я ими руководил. А как у всех народов, у нас президент будет, то, другое, получили. Вот теперь получили. Ты видишь, как они поедают друг друга, который правительный был, он предыдущий уничтожает, дальше дискредитирует его и прочее. Такого никогда в мире это не было. Те, которые были одной группой, делали революции, все истребили друг друга. Никаких бухариных, никаких, один другого поели. Почему? Потому что они тронулись царского помазанника, царя, божьего помазанника. А теперь возмездие пришло сюда. Езра, 10, 9, 13. 10, 9 глава, 13 стих. Однако же народ многочисленен, и теперь, и время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице. Да и это дело ни одного дня, ни двух. Потому что мы много в этом деле погрешили. А с чем речь идет? Женились на комсомолках. А дети какие, наполовину на том языке говорят, а наполовину на другом. И они рассудили, что же мы делаем. Семя Израиля. А мы не должны так быть. И теперь людей-то собрали, дождь идет, а уйти никуда нельзя. Это нам сегодня. А я не пришел. Никто тебя не спросит. У них сказали, прийти, все до одного придут. А если не пришел, значит, ему больше места здесь нет. Ты не пришел, мы тебе не нужны. А одним актом все скрывается. Как далеко мы ушли от того, как строго смотрели люди за собою. Вот Господь ведет. И как-то говорили данные математические. Это не 2 или 3. 3 или 5 миллионов шло. Примерно так вот в этом колеблется цифра. Это половина островиста, половина Москвы только надо было. 1500 тонн только надо было каждый день хлеба. В пустыне ежедневно. То и показаны, какие составы идут. Сегодня все это подсчитано. Сколько воды надо, где вода, где дрова, ничего нигде нет. Вот это наш Бог. И ни день, ни два, 40 лет. Вот сейчас все отними, выведи нас в степь. А сюда уже возврата нету, еще раз с вами будет. Окочуримся, привет никому не скажешь. Дальше. Иова, 20 глава, 23 стих. Я говорю, показать специально, что не придумывая. Когда будет чем наполнить утробы его, он пошлет на него ярость, гнева своего, и одождит на него болезни в плоти его. Когда человек грешит, и Господь одождит болезни. И болезни, которые не из цели. От Бога, если уже все. Ты надеешься на Бога. И Господь смотришь, как-то буквально от адра поднимает. Лежал человек, вдруг стал ходить. Будьте аккуратны. Вот видите, сестра тут упала. Вот эта вот шейка бедра. Практически мало выздоравливает где-то. Хоть сегодня они вставляют железки, а это уже не желез. Будьте внимательны. Шатаются в сумме, становись ногами, не лезь. Самые простые вещи. У нас сестра, сестра ваша там жила, у нее Татьяна встала, упала рядом. Там что-то стоит, ударилась боком. Все. Ну, маленько-то, глядите, куда вы поднимаетесь. 37-6. Ева книга. Ибо с небу он говорит, будь на земле. Ровный мелкий дождь и большой дождь в его власти. Бог говорит. Понимаете, все такими словами выражено. И потом говорит, какие-то сокровища. Вот я спрашивал, вы знаете ветер как образуется? Ну, перепад температуры. И какая скорость? Ну, давайте вот. Зимой у тебя в комнате 20 градусов тепла. На улице 40 откроет. Какой ветер? Ну, а если больше? Нет, не будет. Ветер не разгонишь. Ровная, тихая погода. И оповещает. Там возник смерч. Он идет в небо, поднимает, дома вырывает, деревья, все. И когда смотришь, страшно делается. Машина опрокидывает, поднимает и где-то там выбросит в воде. Как это делается? Откуда взялись? По сей день не знаю. Это надо перепад температуры в миллион градусов. И то только на короткое время. А он идет и идет. Крутит, вертит. Откуда чего? Тихая погода. И все это завихренит. И завихренит. И какое-то на сотни метров. 37,6. Салон 10,6. Давид неоднократно говорит. Дождем прольет он на нечестивых горячем угле, огонь и серый, палящий ветер, их доли из чаши. Поэтому молиться надо о них. Чтобы Бог дал им разума увидеть. Больницы забиты. Меня еще по больницам таскали. Специально такой диагностикой. Городиста с центром там этажей сколько. Сма народу. Но я нигде не получил ни таблетки, ни одного укола. Просто надо было посмотреть. Примерно 4. Вместо все-все бьешь с коленями. Это не болезнь. Это все и сервис как машина. Ты подшипники же меняешь, а тут не заменишь. Я много ходил, много бегал, много носил. Только три грыжи от тяжелой на позвоночнике. Естественно, что это не болезнь. Болезнь это когда внутри определили что-то неладное с почками. Тут же назначили мне сестры меню какое. Отвары сейчас гляжу, как будто ничего не было. Ну, брат тут поддерживает. Укроп-то, ну и какое сделать что-то. Четыре болячки сразу нацепились. А до этого ни одной не было. И практически на исходе почти все. Притом ни таблетки, ни граммы, никаких лекарств не принят. А только молиться и люди в интернете, многие знают, молятся. А как вы на это смотрите? Как на милость Божию. Грешный человек просто звонки Бог дает. Приготовиться. Так, Солом 134.7. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилища своих. Ветер из хранилища своих. Внимательно слушайте, а то ветер подхватит сонных, и ничего не поймете, где вы находитесь. И вот хранилища у Бога, и дальше ангелы развязывают, их выпускают, по сей день не знают, что это такое. Но это от Бога. И вот предупреждают, там-то, там-то, мужчины где-то работали, ну, хорошего построили, там, где-то зернопунт, кажется, это все разваляло, показывает, только трубы валяются. А ведь живем-то в таком благоприятном месте. Дальше, притча 27.15. Непрестанная копель в дождливый день и сварливая жена равны. Копель вот капает, не пройти ничего нельзя. Еще раз прочитаю, слушайте, сестры. Непрестанная копель в дождливый дождь и сварливая жена равны. Так что скажи, я не такая. Если все, то хотим только вовремя, при солнце, благодать. Выпросишь у Бога. Но Соломон разбирался в этом. У него было 300 жен и 700 наложенец. И в женском поле разбирался. Дальше. 28.3. Человек бедный и притесняющий слабых тоже, что проливной дождь, смывающий хлеб. Вот они эти, которые эксплуататоры, которые тебя зажимают лишними налогами. Ты трудишься больше всех тут. А со всех сторон могут быть такие препятствия где-то. Еще раз. Засыпи-ка этот стих. Человек бедный и притесняющий слабых тоже, что проливной дождь, смывающий хлеб. Хлеб смывающий. Лезь идет не о складах, конечно, а на полях, которые. Ну и скажи, я не таким буду. Помоги Господи мне. Экклесиаста 11.3. Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь. И если упадет дерево на юбке или на север, то оно там и останется, куда упадет. Зампокоенные молитвы наши, они только для нас. А для того, который ушел, может ничего не значат. Дерево упало. Дерево-то человек. И там оно осталось лежать. Его никто не разворачивает. Почему? Вот закон какой. А это Экклесиаст, это Соломон. Это его книга. Даша, Еремея 3.3. Говорят, а к Богу можно дозвониться как-то? 33 глава, 3 стихи Еремея. Запомните, 3 тройки. Зато были удержаны дожди. И не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы. Ты отбросила стыд. Страна целая. Лоб блудниц. Какие казни были, наказания. 37-й год. Война какая была. Раскулачивание. И опять за тот самый. И голосуют за коммунистов. Это ничего больше страшного нельзя придумать. И дальше. Матфея 5.45. На Новый Завет перейдем немножко. Да будете сынами Отца Вашего Небесного. Ибо Он повелевает Солнце Своему восходить над злыми и добрыми. И посылает дождь на праведных и неправедных. Даже не такой человек. Но он нуждается. Именно нуждается. То есть он работает. У него какое-то несчастье случилось. Раньше так и было. Молодые, если ничего не имели. Кто-то там теленка. Кто-то ему еще что-то там. Поросенка даст. Так и начинали. А сегодня чужой человек, он наоборот решил прийти и наесться и напиться. И дальше. 7.27. И пошел дождь. И разлились реки. И подули ветры. И налегли на дом тот. И он упал. И было падение его великое. Дождь это не просто дождь. Это не чистая сила. Объяснение какое. Демоны. И они это все делают здесь. И поэтому мы молимся. Избавь нас Господи. От чего? От греха. От воров. От пожара. От несчистой силы. Это дождь. И на наш дом. То есть то, что в жизни мы сделали. Это все может быть разрушено. Каким-то образом там. Нет, Господь положил на сердце. Молиться, как говорится. В первую очередь о враждебных. И Господь позволяет выйти ночью. Что скажут с человеком? Я хожу еще и помолюсь. Опять ночью, если позволяет погода. Помолиться о тех, которые не расположены. В первую очередь. В первую очередь. В молитве упоминать тех, которые против тебя идут. А почему? Я стал думать. Да пока за другого молишь, он может тебя сзади-то и огреть. Чтобы обратился успел вовремя. Надо, чтобы он первый обратился. И поедет ли куда этот человек. Я несколько раз в день посмотрю. Не приехал еще. Господь, да, сохрани ты его. И дети все, чтобы не погибли. Это Бог дает такое. А по-человечески как? 108-й псалом он бы нацепил бы и спать лег. Дальше. Деяние 14-17. Хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена владоносные, и исполняя пищу и весельем сердца наши. Видите как? Проповедует язычникам и упоминает. У вас как дожди были-были? Это Бог дает. Земля дает плод? Дает. Все у нас есть. От арбуза до винограда до картошки. Бог дает. И говорит-то людям, которые не его вера. Ну ты дай им понять. Побери голову. Это же от Бога. От Бога все. Его облака. Перечисляйте это. Иоанна 5-7. Явка 5-7. Мы прочитали так. Дальше. Евреям. 7-8. Земля, питавшая многократно, сходящая на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых его сделаются, получают благословение от Бога. А производящие тернии и волчи, негодны и близка к проклятию, которого конец сожжения. Это лично люди ходят делать. Если нету от нас ни в словах, ни в делах, ни в заботе о ближнем. Каждый человек смет, ну найди место, где сказать людям. Где-то бываете. Нанимайтесь на работу. Или едите от продукции, сбывайте. Всегда я говорю, имейте несколько евангелий. Если нету, то ко мне придите. Тут как-то приехали одни из горного Алтая. Они из старобрядцев. Мы нагрузили так, что у них ресоры прогнулись в обратном направлении. Настолько много всего. Ну, мы имеем доступ к тем, которые издают. Я не знаю нас, потом мы всех сфотографировали, чтобы им показать, отчет они дают. И что интересно, по благословению патриарха Кирилла, жирным шрифтом, это четыре евангелия красных. Это очень удобно читать. И последнее, Откровение 11-6. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю, во дни пророчествования их. И имеют власть над водами, превращать их в кровь и поражать землю всякую язву, когда только захотят. Еще один стих. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш разбит. Я сказал, вот это мощи, такого слова-то даже нет, а трупы. Это самые великие праведники, которые на небо взяты бессмертные, и они все равно смерть вкусят. И трупы, вот и весь ответ, это трупы. И последнее, самое последнее время, они будут иметь власть закрыть небо. И кто их обидит, от них огонь будет как-то исходить. Но когда выйдет уже Сатана, Бога из-за Антихриста, он сразится с ними. И вот начиная от первой книги «Бытие», законченная откровением, мы увидели, сколь многогранно слово «дождь». На улице дождь, а ты, Господи, через меня пролей слово Твое. Ты как-то напиши это. Вот мне пришлось сидеть в камере, а свободное время, а бумагу трудно достать. И все равно как-то Господь давал. Я все время переписывал там молитвы, из Евангелия где-то 10, наготове, на прогулку поведу, где-то щель какая-то. Уже в прошлые часа два, восемь из этих записок у начальника на столе лежат, которые водят охранники, а не дали. Это ваше? Мое, но больше-то никого здесь нету. Вы что, вас за это посадили, за это мне не садили. Это другое. Ну а что? Вот вы говорите, там где-то написано, стихотворение про Пасху. Пойдет КПСС в аккордах, радуги люди на коленах, Христос воскрес, воистину воскрес. Это вы на партию говорите. Я говорю, знаете, Библия так говорит. Библия говорит, но, наверное, так и будет. Я даже не ожидал такого поворота. Режимно-оперативный работник, РОР, самые такие страшные люди там, подполковник он. И сразу разговор пошел по-другому. Евангелие. Еще раз говорю. Евангелие, и помните, вот я готовился к этому. На 20 лет вперед я выучил наизусть все праздники, какие будут. И одна женщина небольшого роста, Эльза Ко, знаете, кто это? Одна охранница была, или какая начальница, где-то в Тремлин, как кажется, ну как освенцем в Германии. Людей как там сжигали, что там из кожи делали. Ее так прозвали. И она меня повела когда к начальнику, и Господь расположил с ней заговорить. Она говорит, если бы праздники у вас были, я бы взяла у меня с собой, я с одного раз. И она после этого, у меня подают из дома что-то где-то, никому не разрешит, ни одной луковки, ни чесноковки, головки. А мне все разрешает делать. Самая, кажется, такая строгая на своей работе была. Это Бог делает. Я всех просто зову. Придите к нам, помолимся вместе. У вас будет опыт. Вы сами себе когда где-то будете, образуете это в этом городе, чтобы у нас через каждые два часа, дозвон идет, через два часа молит. Вот сестра все это знает. О вашей матери говорит. И мы Никиту буквально на руках несем сейчас. Из Германии, из Франции, из Америки люди. И все поминают их имена, и каждая через два часа молится. Так просто это не останется. Те, которые их даже там преследуют, они к ним располагаются. Мы рады, что Бог дает нам дожди. Ему будем как дождь с добрыми делами. Богу нашему слава в веки веков. Аминь.